Девушки отдыхают Чтение закон одобрен Принедумай единогласно Как итог последние крохи Забирают безработного класса Ты скажи мне, самок Ты скачал же у викингов или нет? Мы уже с викингами сотрудничаем больше годика Мы надеемся очень, что продолжим это Плодотворное сотрудничество Викинги красавчики Помогают нам заниматься тем, чем мы занимаемся Мы помогаем им развиваться Я не буду говорить Там сейчас вот это, как многие блогеры Вот ходят, показывают, кому они денег дают Вот мы в детский дом пришли Ребят, отпиливаю 100% отпиливаю Викинги в этом помогают Офигенно, все 24 айфона и 10 макбуков Ровно столько разыграли ребятки с викингов Хожь получить айфон XS? Скачай викингов по ссылкам в описании и дайди до 10 уровня дворца А хочешь выиграть макбук про? Возьми уже и достигни самого высокого уровня до конца месяца среди остальных участников Розыгрыш 3 декабря Все подробности, как забрать свой приз в группе в ВК Ссылка также в описании Переходите по ссылочкам в описании 200 гаунды и бесплатный щит Я вам напоминаю Если вы, сука, забыли Самозанятые, это достаточно условный термин Это люди, которые обеспечивают себя работой сами Люди, которые не имеют работодателя И не имеют наемных работников Скрывали от государства свои доходы А сейчас меняется ситуация Государство их видит Всем привет, у нас сегодня блок Подожди, а где он какая-нибудь Пока там ищет кувалду зачем-то Ну совсем потому, что неуверенный в себе человек Как уругвайский петушок Тот без телефона не может, а это без кувалды Тот это, осталось Просто С прошлого блога, понимаешь? Просто, ребята У нас сегодня блок Блог про Макарова Потому что сегодня был одобрен закон В третьем чтении Что со всех граждан Которые непонятно чем занимаются Нужно брать налог Вот, допустим, бабульки Вам сейчас рассказываю Если вы меня смотрите Там вот эти две бабульки Которые меня смотрят в интернете Вы выращиваете свои помидорки Огурчики Или семечками решили торговать Подсолнушков вырастили у себя в огородике Может быть, откуда-то взяли Решили это все породать Пожарили Знаете, как вот это Стаканчик есть соленый Стаканчик несоленый Вот это классно Все Теперь вы будете платить налоги Сколько? 30% Да, в четырех регионах Подожди, а как это будет выглядеть? Я не понимаю Налоговая создала новую технологию Мобильное приложение к телефону Вот я продал пирожок Направил информацию А в конце месяца Налоговая тебе пришлет Уведомление Что ты должен уплатить 4% Бабки должны какое-то приложение Там себе куда-то устанавливать Куда? На стационарный телефон Они поставят себе приложение, да? И семечками будет А придет этот Медри Вы вообще Он говорил про работоспособное население А она что, не работоспособное население? Пусть начал налог заплатить Макаров, поясни Бабки будут платить семечек налоги или нет? А вот они когда стоят возле магазинов С малинкой Со смородинкой С кабачками С патиссонами Летом продают С этого налог будет браться? Самая частая категория Декретница Или после декрета Печет зефир Будут подходить милиционеры К бабулькам и говорить Ну что тут налоги заплатили? Ну что, синяки, торгуем? Что, по полтинечку теперь? С тебя, гнида синяя С тебя, сказал Когда придет налоговая И скажет Вот ты получаешь А ты как думал? Потому что ты через интернет Чак-чак свой распространяешь Я же еще ничего Товар конфискую Я еще ничего не продал Сказал конфискую, понял? И сначала налог заплатят А ты как думал? Налоги У меня бабуля Периодически Любит ведерко Другое ягодки продать С огородника Я, короче С первого рана Прихожу Бабуля Теперь, короче 4% Дядькам куда-то Тебе надо отрезать Я продал пирожок Направил информацию Ты должен уплатить 4% Она значится бабуля Значит, устанавливаешь Это приложение Там быстренько регистрируй Там все элементарно Смотри Ты только очки Вот в минус 7 Свои одень Поблизко Потому что не разглядишь А сейчас меняется ситуация Государство их видит Она может продать это ведро Но потом придет Макаров Штраф в размере ведра Экспроприирует А подожди А вот батя у меня песня поет То есть у тебя бабуля Останется без ведра И без денег Пусть сначала налоги заплатят Да потому что охерела Твою мать Налоги-то надо платить Я согласуюсь Я же еще ничего Товар компескую А батяк-то у меня Да, песню мимо кассы Допустим Споет на бульваре И придет этот участковый Или оперативник И кто там придет Скажет Вы 4% С этой песни Должны заплатить Он должен сказать Меня поддержали Безвозмездно Благотворительность Не оказали И возможно Его минуется Я учесть Если это по поводу лаве То я уже сказал Отстегивать не буду И вали У меня дел много А че ты грубишь? А че ты быкоешь тот? Ты лодку тут не раскачивай Подожди Как не раскачивай? У меня с батька Будут налоги брать или нет? 30% Он сказал Идет мимо федерального бюджета Теневой сектор Оценивает Более чем в 30% 82 миллиона Работоспособного населения Только 50 миллионов Отчисляют в пенсионный фонд С 32 миллионов Он говорит Мы налоги не получаем А с точки зрения налоговой Предприниматель или не предприниматель Вообще никакого значения не имеет Вот их нужно всех налогообложить И если какая сука печет чак-чак То с этой суки взять обязательно 4% Или после декрета печет зефир Или чак-чак То с этой суки взять обязательно 4% А ты как думал? Налоги Мы государство или нет? Кто будет вас драть, если не мы? Мы вообще нахер нужны Ты что-то борзеешь Ты забыл, что государство ничего не должно Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно Оно должно меня драть В принципе ничего не должно Я не соглашусь с предыдущим оратором Государство должно этих петушков драть Пороть вас надо! Парк Михайлович, ну мы же... Просто Макаров говорит Эти деньги, которые вот мы сейчас недополучаем Нужно внедрить в экономику Российской Федерации Ты в своем гараже мастерскую по ремонту машин открыл? Будешь нам отстегивать Я, ребята, только за Вот все, что деньги у нас есть в Российской Федерации Нужно внедрять в экономику Российской Федерации Это все офигенно Наверное, из закона проект хороший Только у меня встречное предложение Мне кажется, для начала нужно внедрить в экономику Яхту Алишера Усманова Вот эту вот, вторую по величине мира Вторую А там еще и первая по величине Абрамовича Тоже, кстати, не внедренная, мне кажется В экономику Российской Федерации Ребята Представляете, кусок в 500 миллионов евро, да? Которые к экономике Российской Федерации Не имеют никакого отношения У меня власы А знаете, на какие деньги Абрамович купил эту себе яхту Которая самая здоровенная, да? У нас вот в Сибири были заправки Сибнефть они назывались Их потом Газпрому продали Знаете, кому эти заправки Сибнефти принадлежали? Значит, Абрамович наш дорогой продал эти заправки И купил себе вот эту вот огромную яхту Ну что, по полтинничку теперь? А ты как думал? Налоги Поэтому у меня есть в друзьях Власов Он от ЛДПР Депутат Государственной Думы Я предложу ему, чтобы он по моему поручению От своей инициативы внедрил законопроект Государственной Думе О внедрении яхты Алишера Усманова В экономику Российской Федерации А также, мне еще кажется Должен специальный быть законопроект О внедрении недвижимости всей семьи Золотова Тоже в бюджет Российской Федерации Потому что, по-моему, там, ребят, кто-то о**ал Главное, они оборзели и внедрять они не хотят свое А вот деньги самозанятых 32 миллионов Это нужно обязательно внедрить Смотрите Берем 30 миллионов самозанятых граждан Зарабатывающих с зефира Каким-то мать ее образом 70 тысяч рублей в месяц Все перемножаем Берем 4% налога Получаем 84 миллиарда рублей Ежемесячно в бюджет от таких граждан И охрен его знает, как и где на зефире и чак-чаке 30 миллионов человек зарабатывает 70 тысяч рублей Но, поди заместитель министра финансов Привирать статистику-то не будет Выяснили Самозанятые максимум могут положить в бюджет За один год 1 триллион рублей Это 15 миллионов долларов Теперь, по оценке Найтфранк 38 тысяч российских долларовых миллионеров Владеет состоянием 1,2 триллиона долларов Что соответствует 73,5% ВВП России за 2017 год Если их состояние хотя бы дополнительно обложить 1% налога на сверх роскошь То получится 12 миллиардов долларов в год в российский бюджет Что чуть меньше, чем 15 от самозанятых Но сумма сопоставимая И при этом от 1% миллиардеры не обеднеют А при желании можно и 2 взять Тогда будет 24 миллиарда А потом можно и 3 Да сколько угодно можно брать Мне кажется, господа миллиардеры Ну нихрена не обеднеют Ребят, вы согласны? После того, когда все эти нововведения проведутся Будем внедрять деньги самозанятых граждан В экономику Российской Федерации И еще Макаров такой сидит борзый-борзый Когда вот твои доходы, которые ты получила, мы посчитали Еще этот спрашивает петушочек, про зефир, который рассказывает Мол, а господдержка будет у этих людей? Мы-то с них бабки возьмем Даже у него хватает мозгов задавать эти вопросы Для них это важно, потому что будет или нет господдержка Мы бабки-то у людей возьмем, самозанятых Вот она семки бабки продает, она будет нам бабки платить А мы-то ей будем что-то за это давать Пошли нахер Вы меня извините, пожалуйста Я понимаю, если у нас приходят люди И выражают удовлетворение тем, что они хотят получить господдержку Я вам сразу скажу, господдержка это не имеет никакого отношения А с точки зрения налоговой предприниматель или не предприниматель Вообще никакого значения не имеет Пускай бабки платят Пусть сначала налоги заплатят И не мы, а мы мы все Вы в этом городе человек новый И в этом бизнесе человек новый, так? Ну Значит вам нужна постоянная поддержка Которая будет обеспечивать вам вашу безопасность Пусть сначала налоги заплатят Так у всех Но у нас совсем не дорого А я напоминаю, это говорит ребят Человек, который привожил свою руку к Конституции Привожил свою руку к налоговому кодексу И еще к много чему он свою руку привожил А сейчас он написал правило, что я с каждого гражданина Российской Федерации возьму 4% И хер вы мне докажете обратно Да я буду делать что угодно И хрен кто мне что скажет Имеем право Владимир Владимирович Парень вообще, ну что себе позволяет Он отдупляет вообще, что говорит Субтитры сделал DimaTorzok